Музыканты освобождают Красную площадь для прохождения военной техники. Музыкальное сопровождение парада осуществляет сводный военный оркестр московского гарнизона под руководством главного военного дирижера, заслуженного артиста России, генерал-майора Тимофея Маякина. Музыка На Красной площади парадные расчеты механизированной колонны. В ее составе 131 единица боевой техники. Музыка Открывает прохождение техники легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34-85 под боевым знаменем 1-й гвардейской краснознаменной танковой армии. Командует 34-кой старший сержант Илья Шиваненко. По Красной площади проходит колонна универсальных бронированных автомобилей повышенной защищенности «Тайфун-ВДВ» и «Тайфун-К» с боевыми модулями дистанционного управления 16-й гвардейской бригады специального назначения. Командует парадным расчетом старший лейтенант Роман Проваторов. В составе колонны боевых машин пехоты 15-го гвардейского шавлинского мотострелкового полка 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП-3 и новое поколение тяжелых БМП «Урганец-25» с боевым модулем «Эпоха» Возглавляет парадный строй старший лейтенант Евгений Чернявский. По Красной площади проходит колонна основных боевых танков Т-72Б3М 1-го гвардейского чертковского танкового полка имени маршала Катукова 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. За годы войны полк награжден шестью боевыми орденами. Командует парадным расчетом капитан Ильдар Каюмов. На Красной площади колонна современной бронетехники сухопутных войск в составе танков Т-90М «Прорыв» и нового поколения танков Т-14 «Армата» 27-й гвардейской севастопольской красноснаменной бригады. Возглавляет колонну капитан Тенгиз Наджапов. На брусчатке Красной площади боевая техника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации. Открывают прохождение наследники легендарных «Катюш» военнослужащие 147-го гвардейского симферопольского артиллерийского полка в составе дивизиона модернизированных реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» с автоматизированной системой управления огнем. Возглавляет парадный строй майор Дмитрий Рябчиков. Мимо трибун проходит дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М» 112-й гвардейской новороссийской ракетной бригады. В годы Великой Отечественной войны за успешное выполнение поставленных задач бригада награждена семью боевыми орденами. Во главе парадного расчета майор Александр Шубин. Ствольную артиллерию сухопутных войск представляет колонна 152-мм самоходных гаубиц МСТА-С 236-й артиллерийской бригады. Командует парадным расчетом майор Ильнар Сафиуллин. Единая система управления огнем и заложенные уникальные технические возможности позволяют самоходным гаубицам выражать цели с высокой точностью и максимальной скорострельностью. На Красную площадь выдвигается парадный расчет частей противовоздушной обороны сухопутных войск. В его составе зенитные ракетные комплексы ТОР-М2, гвардейского торнопольского полка 4-й Кантемировской дивизии и БУК-М3, 53-й берлинской зенитной ракетной бригады. Командует парадным строем майор Сергей Орехов. Последнее поколение зенитных ракетных комплексов позволяет отражать массированные воздушные удары противника, надежно прикрывая технику и личный состав в ходе боевых действий. На марше колонна зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 606-го гвардейского краснознаменного зенитного ракетного полка Воздушно-космических сил России под руководством майора Игоря Иванова. Боевые характеристики комплекса делают его лучшим в мире среди систем противовоздушной обороны и позволяют поражать не только современные, но и перспективные средства воздушно-космического нападения потенциального противника. Мимо трибун проходит техника воздушно-десантных войск. Открывает прохождение парадный расчет 137-го гвардейского рязанского парашютно-десантного полка на машинах десанта нового поколения БМД-4М под командованием подполковника Сергея Кошелева. По своей огневой мощи, скоростным качествам и возможностям десантирования боевая машина не имеет аналогов в мире. На Красной площади парадный расчет участников специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик под знаменем 106-й гвардейской тульской воздушно-десантной дивизии на бронетранспортерах «Ракушка». За храбрость и мужество все военнослужащие награждены боевыми орденами и медалями. Командует расчетом капитан Артем Ермаков. Как и в годы Великой Отечественной, правнуки воинов-победителей под девизом «Никто кроме нас» ведут бескомпромиссную борьбу по уничтожению нацизма, стоят на защите мирных граждан. На Красной площади представлены боевые многофункциональные робототехнические комплексы «Уран-9». Возглавляет колонну подполковник Максим Равнов. Робототехнические комплексы предназначены для выполнения боевых, разведывательных и контртеррористических задач. Мимо трибун проходит механизированная колонна ракетных войск стратегического назначения. В ее составе автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» 54-й гвардейской ракетной дивизии. Командует парадным расчетом подполковник Василий Меньшенин. Мобильные возможности комплекса «Ярс» позволяют в короткие сроки скрытно рассредоточиться на больших территориях и осуществить гарантированный запуск ракеты, способной преодолеть любую систему противоракетной обороны. Ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», составляют основу мобильной группировки ядерных сил России. Под командованием лейтенанта Павла Комарова замыкают парадный строй боевой техники колесные бронетранспортеры на платформе «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. Продолжение следует...